Приветствую вас и, конечно, чисто по-человечески, очень вас жаль. Но думаю, что вы пришли к нам не за шалостью, а за помощью. И знаете, что мне бросилось в глаза? Да. Вот Светлана, эксперт, сказала, что мысли у вас от чего-то появляются. То есть что-то эти мысли провоцируют. Она права. Но я выскажусь, наверное, более конкретно. По моему мнению, вы очень сильно застиклены на семейной роли своей. То есть на роли матери и, вероятно, на роли жены. То есть вашему ребенку сейчас 3 года, активно требующий внимания ребенок, который вообще, наверное, вам времени свободного не дает. То есть вы не чувствуете себя именно как человек, человеком, девочкой. Вы, правда, человек. Вы молодая женщина, вам 26 лет. Вы же выполняете роль только матери и иногда мужа. Ой, иногда жены, прошу прощения, жены для мужа. А этого очень мало для полноценной женщины в расцвежье сил. И я думаю, что все эти ваши мысли появились из-за того, что вы вообще никакой другой жизни не живете. То есть раз ребенок, значит, режим, раз режим, значит, жесткий распорядок и отсутствие свободного времени. Отсутствие времени на почитать, на пообщаться с подругами, когда отдохнуть, расслабиться, этого всего у вас нет. Муж в командировке, соответственно, вы чувствуете себя одинокой и брошенной. Если я прав, то в такой ситуации вам нужно задуматься о том, на кого бы переложить часть обязанностей по уходу за ребенком, а самостоятельно больше времени посвящать себе. Ну, то есть как больше времени посвящать себе? На самом деле, я бы не то, чтобы сказал прямо больше времени, а знаете, хотя бы раз в неделю, или два раза в неделю, если есть возможность, часть-в-два, часть-в-два или час посвящать чисто себе. То есть оставляйте ребенка с кем-нибудь, можете даже няньку вызывать, гувернантку там, кого угодно, и час тратьте только чисто на себя. Вот этот момент вам нужно обязательно для себя выделить. Почему? Да, потому что не реализуетесь вы никак. Вы не реализуетесь, как, например, друг, как ребенок своих родителей. Вы не реализуетесь, как социальный индивид, как личность. И из-за этого возникают те самые мысли, о которых вы говорите. Мысли о том, что вы не живете. Вся ваша жизнь, она по кругу. Вот об этом я и говорю вам. Потому что вот это не видит своих корнем проблем. То есть такая вот замотанность, одиночество, отсутствие досуга и так далее. И желательно, чтобы вы во время проведения, ну, во время нахождения рядом с ребенком, если есть возможность, не только разговаривали с ним, но еще и как-то вот это делали для себя. То есть когда, например, ребенок спит, вы включаете там музыку или аудиокнигу и слушаете аудиокнигу. Это для себя. Это то, что вы делаете для себя. Это по сути очерчение и защита своих личных границ. Из-за того, что вам так нужно. Из-за того, что вы недополучаетесь сейчас из-за того, что у вас ребенок. Вот я думаю, что в этом ваша проблема. Конечно, это только предположение. Как сказала Таша Светлана в вашем сообщении, на самом деле, на самом деле, больше вопросов. То есть ваша проблема – это мысли. Мысли рождаются всегда, у мысли всегда есть мотив. То есть мысль – это всегда стимул. И вопрос в том, какой это стимул. Подумайте, в первую очередь, с чего вам не хватает, с чего вы хотите, с чего вы недополучаете. Знаете, не хочу казаться паразлойком, но когда вы сказали «трехлетние принцессы», знаете, «принцессы», ну это может быть говорить о слишком сильной эмоциональной связи с вашей дочерью. Она настолько привязанных к ней, что вы не можете даже, там, отойти от нее, боитесь, наверное, ее с кем-то оставить. А мы, наверное, чересчур ее опекаете. Если есть элементы гиберопеки, то это вредит не только ей, она, ну, как бы, менее активно учится в самостоятельности, но вы вредите и себе тоже тем, что, по сути, она створяет в себя, только с матерью, и все. А ведь человек – это носитель многих ролей, в том числе ролей и социальных, не связанных с родительскими и супружескими отношениями. И этого, получается, вы не, ну, этого вы сейчас не удовлетворяете, потребностей в этом. Я думаю, что нужно сразу сравнить вашу жизнь до брака и рождения ребенка и сейчас, настоящую жизнь. Что вас делало счастливы тогда, что вам нравилось тогда, как вы жили тогда, чем вы увлекались тогда, какой был ваш образ жизни тогда и что есть сейчас. Это, пожалуй, сравнение и будет крыться причина этих самых мыслей. Вам сейчас кажется, что вы счастливы, вам сейчас кажется, что у вас все есть. Это правда. Но это не значит, что вам нужно остановиться. Это не значит, что вы всего добились и все, теперь нужно только воскрыть ребенка и ждать мужа. Нет, вам нужно двигаться дальше, развиваться дальше, добиваться новых решений и так далее. А так получается, что вы этого не делаете. Отсутствие реализации, отсутствие развития, отсутствие активности другого плана и иногда, скорее всего, у вас в голове эти самые мысли. Думаю, что более точно можно сказать только тогда, когда с вами будет проведена личная беседа. Так что, решать вам. А пока желаю вам всего доброго и удачи. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Еще раз всего доброго, удачи.